И вот сейчас, когда мы уже подошли непосредственно к периодам развития, мне хочется два слова сказать, вы можете почитать на слайде то, что здесь написано, что периодизаций возрастных много. Это и Пиаже, и Эриксон, психологические школы развивающего обучения, Эльконин, Давыдов давали свои интересные интерпретации периодов развития. Но мне все же ближе мантиссарианская возрастная периодизация. Чем мне она нравится? Мне она нравится своей простотой и своей глубиной одновременно. Если мы представим человеческую жизнь, то мантиссария говорила, что ее условно можно разделить на четыре крупных периода. Плюс-минус, как всегда, норма, она подвижна. Условно мы разделяем это на четыре периода по 24 года. И первый период 24 лет – это период подъема и развития, когда становится личность. Когда из маленького беззащитного младенца человек, пройдя несколько трансформаций, он становится взрослым, уверенным или неуверенным, в зависимости от того, как ему повезет, как пройдет его детство и юность, и подростковый период, он станет взрослым человеком, взрослой женщиной, взрослым мужчиной. Но наверняка я уверена, что все те, кто сейчас смотрит нас с экранов, и те, кто не смотрит, каждый родитель мечтает о том, чтобы этот человек в своей 24 был и уверенный, и счастливый, и понимающий, и любящий. Вот как помочь ему на пути этого становления, мы с вами и поговорим. 24 года условно разделяются на четыре части. И каждая часть, она длиной в шесть лет. И это не случайно. И это не только потому, что в каждый шестилетний период, возьмем мы шесть лет, 12 лет или 18, мы можем наблюдать, зримо наблюдать физические изменения. Как в шесть лет поменяются зубы, начинается смена зубов. Как в 12 лет резко вырастают руки и ноги, и мы не узнаем нашего, казалось бы, ребенка, он превращается в кого-то совершенно другого. И для этого даже дается новое слово – подросток. Или потом в 18 лет, когда он по всем физическим формам взрослый, но как будто в психике еще что-то должно достроиться для того, чтобы почувствовать полноценность, несмотря на то, что уже и паспорт есть, и совершеннолетие исполнилось, как будто еще нужен последний завершающий этап для того, чтобы сказать, да, теперь это взрослый человек. Вот мы сейчас погрузимся в каждый из периодов, а на слайде вы можете видеть главные задачи каждого периода. Вот так главная задача периода первого до рождения, до шести лет – это развитие движений, речи и ощущений. Это то, чему помогает сама природа. Монте-Сори говорила о сенитивных периодах, о том периоде до шести лет, который называется впитывающий разум. Ведь нас же не перестает удивлять, как, например, освоение иностранного языка легко происходит для ребенка-дошкольника, да, если он оказывается в языковой среде. Он запросто выучит и два, и три языка и будет говорить на них к шести годам, да, если он попадет в такую среду. И как нам, например, сложно осваивать эти языки, и как нам дается это с большим усилием. А вот ребенку дан такой подарок, называется он впитывающий разум. В периоде шести-двенадцати лет самая главная задача, если до шести лет, это обрести бытовую самостоятельность, да, получить навыки самообслуживания и уметь о себе позаботиться, даже если ты оказался далеко от дома, да, то в период шести-двенадцати лет самая главная независимость, да, а Монте-Сури педагогика, это прежде всего педагогика самостоятельности ребенка, его независимости. Это задача независимости мышления и утончения чувств, и развития социальных навыков, получения разнообразного творческого опыта. Вот чему служит вот этот период. Период от 12 до 18 лет главной задачей – это знакомство с устройством общества. Монте-Сури называла этот период социально новорожденной. То есть человек как будто заново рождается. Он еще не полноценный взрослый, но он хочет так себя ощущать. Он хочет понимать, что он может вне контекста семьи, чего он стоит. И период от 18 до 24 лет – это главная задача найти свою профессиональную среду, получить опыт близких интимных отношений, понять, какой я в паре, какой я в профессии. Вот, собственно, главные задачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!